Привет, друзья, у микрофона Антик, мы продолжаем играть в рейтинговые игры, и сегодня у нас Украина в рейтинговой игре. Посмотрим, какие есть варианты вообще развития, ну точнее мы посмотрим один вариант развития за Украину на 10 ПТ. Ну и конечно мы должны победить. Я уверен в успехе нашей операции, в скобочках нет. За Украину на самом деле очень сложно победить, это не самая лучшая нация для опции в 10 ПТ. Но тем не менее, выбора у нас нет. Победа или смерть. Я выбираю победу. Итак, меняем что? 5К угля на дерево, 4К угля на дерево. Дальше 1К золота на камень и 1К золота на еду. Нормально. Обмена совершили, на эти обмены мы построим 3 казармы. Так, конюшню построим, бесконюшню никуда. Куда конюшню кстати поставим сюда? Как-то я не очень построил сюда вдоль, ну ладно, фиг с ним. Видим, что нам хватает на Академию и теоретически хватит еще на гип. Гип у Украины дешевый, так что должно хватить. Так, не забываем заказывать крестьян. Склад мы сожгли тут, что мы его ставим. Пока сердюков заказываем. Сердюков мы прокачивать не будем на старте. Сразу говорю. Нет у нас этого в планах. Так, и в конюшне нужно не забыть построить, точнее заказать. Так, кстати говоря, может Академию поставим тут? Пара ребят быстро построить. Так, что на гип не хватает? На гип не хватает Академии. Так, пока реестры будем заказывать. Потому что там, если сразу гетьманов заказывать, то золото быстро кончится. Уйдет в ноль. Скажет нам пока-пока. Так, пошла Академия, значит, берем топор, сразу добываем дерево, точнее. Блин, что я несу, господи. В общем, дерево добываем, и у нас не хватает дерева как раз. Сейчас оно быстро накопится. Все, оставим так и гип. Можно его чуть раньше ставить, если все успеть, вот, четко, прям четко. Чуть-чуть нечетко получилось. Ну ладно, это не важно. Все еще будет. Золото осъем на еду. Ну и давайте гопников заказывать, вот этих пехотинцев. Так, тем временем, что мы будем делать? Мы золото еще будем ставить. И железо тоже нужно поставить еще одну. Это у нас сколько? Три шахты с золотом. Нам бы крестьянина одного, чтобы на разведку сходил. Так, к конюме можно, в принципе. Разведать конями. Кем попало. Плохо, что нет барабанщиков у Украины. Так, ладно. Вот у нас золото, епта. Под боком было золото, я как обычно провтыкал. Ну и все, в принципе. Стрительства у нас больше никакого не будет, кроме шах. Так что смело ставим. Так, дерево, слушайте, где лучше добывать? Здесь, наверное. Пойдем, поставим склад. Да, и еду надо еще добывать. Сейчас я ее прокачаю и пойду этих ребят на еду пошлю. То еда быстро закончится. Ну все вроде нормально. Так, самое время гейкманов начать заказывать. Будем играть вариантом без драгунов. Хотя, в принципе, можно и драгунов заказать. В чем проблема? Смотря что там противник придумает наш. Если будут у него драгуны, у нас не будет драгунов, то придется тяжко. Так, ну шахту у меня тут некому строить будет сейчас. Так, ладно. Я сыграл уже катку рейтинговую, кроме этой за Украину. Но там я совершил очень много ошибок, поэтому решил ее не выкладывать. Так, по, в принципе, по столбикам можем определить, что противник у нас слева. Ну, в принципе, оттуда пикинер идет. Так что. Не мудрено. Каней можно даже на защиту поставить. Вообще, наверное, этих пехотинцев поставим пока. По одному челу. Так, и крестьян. Семь штук сюда. Что у нас по шахтам? 4-3-2. Маловато будет. Ну, крестьян не хватает катастрофически. Никого вообще прокачивать не будем. Пойдем так вот гоп-стопом пробивать врага. Еще уголь надо поставить. Кстати говоря, уголь-то очень, очень надо поставить. Прямо. Прямо горит. Еда кончается. Еда. Все, найду. В принципе, можно взять скорострельность, но опять же железа не будет. Все рогики у нас тоже пойдут воевать. Если чем. Так, осталось полторы минуты. Давайте еще посмотрим, куда мы охрану не поставили. До кузницы надо охрану. Так, ну и в гиппе, в принципе, можно либо драгунов все взять. Но драгунов получится мало, поэтому я просто сельчевиков возьму. Вот такой толпой пойдем пробивать. 14 гетьманов. Золот они жрут как звери просто. Так, слушайте, а мы сможем сейчас сельчевиков-то объединить в отряд? 57 у нас, 36. Ну хоть какой-то отряд. Все, вот эту басоту посылаем к границе. Точнее, вот эту вот чувака мы не посылаем к границе. Нормально. Все, золота, как видите, уже нет. Все уходит на армию нашу. На бессмертную. Давайте все на золото сольем. Ой, то есть на пищу. Чтоб подольше они не беспокоятся. Так, а слушайте, что у нас с железом-то? С камнем, с углем. На золото нет. Надо дерево на золото менять. Все. Бессмертная армия сейчас пойдет вперед. Попробуем пробить Европу. Говорят, Украина всегда сливает в рейтинговых играх. Сейчас мы это проверим. Верно ли это утверждение. Нам не обязательно прям в лоб нападать. Мы можем обойти. С золотом проблема. Давайте-ка мы прекратим производство гейтманов и рейтинговых. Лучше возьмем. Так, у них уже драгной появляется начали. Так что мы пойдем вот так. Плохо сейчас, что гейтманы пошли вперед, но у нас лечение включено. И не успели мы полечить гейтманов. К сожалению, они на какое-то время задержали наступление врага. Легкая кавалерия пошла. Другики сливаются. База осталась без охраны, предположительно. Поэтому врываемся и режем всех, кого встретим. Да какого хрена-то? Крестьяне записался тут. У нас тоже нападение ведется уже. Так что мы должны сейчас защищаться. Так, все. Выжигаем тогда, что можем. Вот. Короче, при грамотном контроле, в принципе, гейтманы бы затащили. Я просто их слишком рано послал в атаку. Поэтому они слились немного. Такие вот дела. Такая судьба. Тут мы, в принципе, нормально побегали. Экономику пацанов уничтожили. Пойдем его добивать, попробуем. Так. Попробуем добить. Тут у нас золота не хватает. Ну, в принципе, сейчас мы рынок построим заново. Наверное. Разума сменится, уничтожили. Уничтожили, а захватили. Причем я ее строю заново. Никому неизвестно. Так, рынок зато построим тогда. Вот так вот, короче, постоянно мучаем противника нашего. Чтоб неповадно было. До победы он сдался. Ну что ж, это не самая удачная катка за Украину на самом деле. Тем не менее, я с таким развитием сыграл две игры подряд за Украину. Ну, то же самое развитие в три казармы, одну конюшню и дип-центр. Ну и сейчас посмотрите, что из этого получилось. На самом деле, вот эта игра была до той игры, которая была в начале видео. Просто здесь я на самом деле совершил больше ошибок в развитии, в частности, да. Поэтому я в какой-то момент уже перестал комментировать и думал, что это видео не попадет на канал. Потому что слишком много косяков. Да я еще там закашлялся, у меня голос пропал. После стрима я все это дело записываю. Короче говоря, тут я забыл в конюшне нанять сразу же коней. И они у меня какое-то время вообще не выходили. В дип-центре вроде бы сразу нанял, но... Ну, короче говоря, не идеально все, не идеально получилось. Давайте тогда перенесемся сразу же на момент боя. Точнее, даже не на момент боя, а на момент перед окончанием времени мира. Особенность этого боя заключалась в том, что мне тут удалось сечевиков загнать в тыл базы врага. Он как-то вяло реагировал на это дело. И потом уже, когда пошла атака, они мне в какой-то мере помогли. Многие новички пренебрегают элементом неожиданности, когда кончается время мира и в следующую секунду на тебя уже нападают, например, сечевики те же. Поэтому лучше не пренебрегать, пользоваться такими вещами. Это очень выбивает из колеи противника и он делает ошибки. И это позволяет вам даже с неидеальной тактикой как-то затащить более-менее. Вот тут у меня гетьманы прорвались и порезали очень большую часть пехоты врага, поэтому наши стрелки без проблем зашли, перестреляли там это мясо оставшееся. И, в общем-то, победа была взята без особых проблем. Без тех проблем, которые были вот в той катке, которая была в начале видео. Ну что ж, на этом, пожалуй, все, что я хотел рассказать про Украину. Попробуйте эту тактику. Если у вас есть вариант получше, пишите в комментариях, рассмотрим, проверим, потестируем. В общем, спасибо за то, что посмотрели. Всем удачи, с вами был Антик. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok